Всем привет, ребята! С вами GoodApple, и как обещал на нужное количество лайков, сейчас я вам покажу, как же сделать лифт в Майнкрафте 2 на 2 блока. Этот лифт будет конкретно для PE-версии, ведь на компьютерной версии 100 пудов можно сделать куда проще. Я не знаю, я не пробовал. Ну, а те, кто играет в Майнкрафт PE, оно для вас будет 100 пудов полезным, так что смотрите. Ну, а перед началом просмотра на лайк тыкнули? Тогда погнали! Такс, я не хочу затягивать это видео, поэтому постараюсь быстренько объяснить, как же этот лифт работает. Ну, а работает он, в принципе, так же, как и маленький. У нас есть две кнопки, нижняя отвечает за то, чтобы лифт опустился, верхняя, чтобы поднялся. Становимся на лифт, нажимаем верхнюю кнопку, и вот мы уже поднимаемся. Поднимаемся мы, в принципе, довольно-таки быстро. Вот, в принципе, мы уже и поднялись, значит, да, и здесь у нас есть те же две кнопки. И, возможно, вы спросите, зачем же всё-таки две кнопки? А я вам отвечу, допустим, вы играете со своим другом, и он решил подняться на второй этаж, но при этом вы остались на первом. И сейчас вам тоже нужно на второй этаж. И чтобы вы могли подняться, вы просто нажимаете на кнопку вниз, и лифт вам опускается. Вот так. А теперь и вы можете подняться. По такому же принципу можно и спуститься, если лифт уже находится внизу. Просто нажимаем на кнопку вверх, и лифт вам поднимется. Ну что, как работает этот лифт, я уже объяснил. Теперь можно приступать и к самой постройке. Итак, для его постройки нам пригодятся красный факел, редстоун, редстоун блок, повторитель, обычные липкие поршни, наблюдатель, блок слизи, обсидиан, и дальше, неважно, там, любая кнопка, любые полублоки и любые блоки. Вот так. Ну что, а теперь начинаем строить. Начинаем мы с обсидиана. Расставляем его таким образом. На него ставим наблюдатель. Далее расставляем блоки слизи. Вот так. А теперь главное правильно расставить поршни. Сюда мы поставим липкий, а сюда обычный поршни. Теперь сделаем все наоборот. Рядом с обычным поршнем мы поставим перевернутый липкий, а с липким перевернутый обычный. И все это накроем блоками слизи. Есть. А теперь берем любые полублоки и расставляем их сверху. Так, все. Основная часть лифта у нас уже готова. Так, ну а теперь мы делаем следующее. Расставляем обсидиан таким образом. И еще снизу два блока ставим. Вот так. А посередине это были вспомогательные блоки. Мы их убираем. Между обсидианом мы влепим блок слизи. И по бокам построим стены. Так, теперь всю эту конструкцию нам нужно поднять. И желательно эту стену сделать повыше, чтобы потом верхний и нижний механизм между собой не путались. Вот такую стену я построил. Думаю, такой высоты будет достаточно. Теперь сюда мы поставим липкий поршень. И активируем его. Вот так. Здесь мы пока больше ничего делать не будем. Поэтому спускаемся вниз. Сюда сразу влепим блок наблюдателя. А ниже сделаем такую лесенку. Такс, а теперь сюда надо влепить липкий поршень. Есть. А теперь эти лишние блоки мы поубираем. Они были вспомогательными, теперь они не нужны. И ниже мы тоже влепим один поршень. Только теперь уже не липкий, а обычный. И проведем к ним редстоун. Есть. Есть. Уже можно считать, что половина нижнего механизма готова. Поставим сюда кнопку и нажмем на нее. Вот наш лифт уже может подниматься. Ну а этот выступающий блок нужен для того, чтобы лифт мог остановиться. Вот на этом уровне у нас будет пол. Сделаю такую небольшую площадочку. Так. И с другой стороны так же. Ну а сзади мы теперь должны сделать то же самое, что и снизу. Ломаем эти блоки. Здесь мы поставим блок слизи. Ну а верхние и нижние блоки мы поменяем на обсидиан. И теперь справа поставим липкий поршень. И это место мы закроем обсидианом. Сразу отмечу то место, где будут у нас кнопки. Ой, то есть не тут, а чуть-чуть дальше. Сделаю здесь стены. Вот так. А здесь чуть дальше будут кнопки. Вот так. Есть. Теперь летим за эту стену. И сюда мы должны поставить красный факел. Берем его. И поставим его прям за левым поршнем. Вот сюда. Так. А этот блок мы можем убрать. Он нам уже не нужен. Такс. Ну а теперь мы сделаем следующий механизм. Этот блок мы уберем. А здесь мы поставим липкий поршень. Так. Верхний и нижний блок мы заменим на блоки обсидиана. Здесь. И здесь. Вот так. Теперь от липкого поршня мы пройдем блоки слизи. Три блока слизи ставим. Да. А на край мы поставим обычный поршень. Вот так это все должно выглядеть. Теперь мы этот поршень должны запитать. Сюда мы поставим блок обсидиана. И ставим красный факел. Вот так. Теперь рядом с этим поршнем мы на блок слизи поставим блок наблюдателя. Только так, чтобы он смотрел вверх. Так. Это у нас есть. Ну а теперь, пожалуй, начнется самая сложная часть этого механизма. Так. Ну этот блок обсидиана мы уберем. А ниже проведем линию из любых четырех блоков. Теперь берем повторитель и поставим его к блоку обсидиана. Так, чтобы он его запитал. Дальше рядом с этим повторителем... Да, кстати, его надо без задержки тут встать. Дальше рядом с повторителем поставим красную пыль. И в другую сторону тоже поставим повторители. Только уже с максимальной задержкой. Так. Теперь рядом с этим поршнем мы поставим еще блоки. И здесь, на один уровень выше, мы поставим блок. Так, сюда надо еще один блок добавить. Здесь мы поставим два редстоуна. И к самому поршню мы поставим еще один повторитель с максимальной задержкой. Вот так. Теперь сюда мы ставим блок. И на него поставим редстоун. А снизу мы проведем линию из обсидиана. Так. И теперь по ней проведем редстоун. Есть! Теперь с другой стороны мы тоже добавим два блока обсидиана. Вот так. И по нему тоже проведем редстоун. Так и так Сюда мы добавим еще один блок И на него поставим повторитель Теперь повыше мы должны Разместить еще одну линию Уже из любых блоков Вот здесь она будет Вот так И сюда 4 блока она длиной будет На нее мы ставим повторители Ставим 3 повторителя И с максимальной задержкой Сюда мы поставим редстоун А тут что-то не получается А блин я тут лишний блок поставил Это мы убираем Сюда ставим этот блок А сюда мы уже ставим повторитель Вот так Ставим есть Сюда мы поставим редстоун Редстоун есть И этот повторитель тоже должен быть С максимальной задержкой Так ну а теперь мы пройдем сигнал От нижней кнопки Для этого мы поставим сюда липкий поршень И к нему мы поставим редстоун блок Есть Теперь можно проверить наш механизм Нажимаем на нижнюю кнопку И смотрим что получится Да все нормально Лифт опускается Так ну и на этом уровне Мы тоже сделаем пол Сделаем его таким же как и сверху Думаю такого нам вполне хватит Так сюда ставим еще блоки И слева Сделаем здесь стеночку И сделаем выступ для кнопок И с другой стороны тоже я поставлю стенку Для общего вида Вот так Ну и теперь поставим кнопки Так ну а теперь от этих кнопок Нужно провести сигнал к механизму Все Теперь верхняя кнопка подключена Давайте-ка ее проверим Нажимаем Да все работает отлично Лифт поднимается Давайте-ка закроем это место Оно нам совсем не надо Вот только мешать будет Эти мы блоки тоже уберем Вот так-то уже лучше Ну и теперь можно считать Что в принципе мы всю основную работу Уже сделали Осталось только последнее Это запитать противоположные кнопки То есть чтобы лифт поднимался Если он внизу А вы сверху Или наоборот Если вы снизу И лифт опускался к вам Для этого здесь мы проводим Такую линию из блоков По которой теперь пройдем редстоун Так-так-так Только здесь теперь нельзя Ставить редстоун Потому что под этим блоком Находится поршень Здесь мы поставим повторитель Ну а дальше Также ставим редстоун Так-так-так Ну а снизу мы делаем Такую постройку Ставим редстоун блок И на него мы ставим Блоки слизи И количество этих блоков Будет зависеть от того Какой высоты у вас будет лифт Есть-так Ну а сверху мы должны поставить Перевернутый липкий поршень Так-так Этот блок мы убираем И ставим сюда Так-так не сюда А вот сюда Ставим липкий поршень Этот блок мы тоже убираем Ну а теперь К этому поршню Нужно провести редстоун Вот так я провел Этот сигнал Есть Ну а теперь Нужно проверить Этот механизм Нажимаем на эту кнопку И смотрим Что получится Да Все нормально Лифт опускается Ну и теперь Нам осталась Последняя деталь Это подключить Нижнюю кнопку Для этого Мы делаем следующее Ставим сюда блок Прямо под этим столбиком И на него мы поставим Редстоун Есть Ну а теперь сверху Так же как и снизу Ставим такой столбик Ставим сюда Редстоун блок И под ним мы Расставляем блоки Слизи Все так же То же количество Которое вам нужно Ну а здесь Ну а здесь нам Немного придется Поменять сигнал Потому что Он будет мешать Нашему механизму Так Здесь мы поставим Повторитель И здесь мы Сделаем такой Угол Так Так Здесь мы уберем Блоки Они нам не нужны И поставим Редстоун Вот так Сюда мы поставим Блок И на него мы Поставим Липкий поршень Ну а теперь Осталось только Этот поршень Подключить К нижней кнопке И все На этом будет Механизм Полностью готов Вот так Я провел сигнал К этому поршню Теперь нажимаем На кнопку И проверяем Как этот механизм Работает Так Ну лифт Почему-то Не хочет спускаться Сейчас придется Проверять В чем же проблема Не понимаю Почему оно все сбилось Но все Поставим просто на место Этот блок Мы поставим Выше И переставим Наблюдатель Ага Здесь просто Наш лифт Соединился С механизмом И поэтому Он не опускался Ну ничего Сейчас все Поставим на место И должно Все будет работать Есть Я вроде бы все Исправил Теперь нужно просто Здесь поставить Наблюдатель Ломаем его Так И ставим На то же место Все Теперь лифт Может опуститься И должно Все теперь Работать Ну и на этом Можно считать Постройку Полностью готовой Ну что Посмотрите еще раз На этот механизм Он получился Довольно таки Немаленьким И его достаточно Сложно было построить Так что я думаю Это видео Заслуживает Лайка Ведь я все Свои постройки Придумываю сам И да Если вы хотите Увидеть какой-то Еще механизм То пишите мне В комменты Что мне построить И я обязательно Это сделаю Ну а на этом Все ребятки Всем огромное спасибо За просмотр Жмякайте на кнопку Лайка Если понравилось видео Ну а также Не забывайте Про кнопку Подписаться Чтобы не пропускать Новые видео На этом канале Ну а с вами был Гуд Эппл Всем до скорого И всем Пока Продолжение следует